Мы продолжаем наш опрос участников соревнований чемпионата мира среди ветеранов, среди мастеров город Салоники, 2017 год по борьбе с самбо. Наш собеседник мастер спорта международного класса по самбо, чемпион мира среди мастеров по самбо, чемпион европейских игр по дзюдо Руслан Мирзабеков. Мы с ним старые друзья, поэтому я позволю себе называть его на «ты». Руслан, скажи, пожалуйста, в этот раз ты участвуешь здесь как тренер, как зампредседатор комитета. По твоему мнению, какой уровень проходящих соревнований? Ну, я могу сказать, соревнования прошли на высшем уровне, я уверенно могу сказать. Почему? Потому что было очень много участников, около 25 стран со всего континента участвовали. 260 участников. И в то же время организация с таким, ну, когда так много народа, все организовано было на таком уровне, что как бы все, вот по сегодняшний день, и все участники, и все те, кто принимали какое-то участие в этом чемпионате мира, они все довольны, ну, с кем бы ни разговаривал. Ну, я считаю, конечно, очень большой вклад в это внесли организаторы этих соревнований, ну, чемпионата мира. Это наш друг Мираби Ильядис, который у кого проходят эти соревнования на греческой земле, в Солониках. И это не первый раз проходят здесь, но, как всегда, как всегда, на этот раз тоже они проходят на таком же, на высоком уровне. И очень много участников, заслуженных людей, заслуженных мастеров участвуют на этих соревнованиях. Ну, я, конечно, конечно, эти, чем они для меня, например, чем они, этот чемпионат мира, дорог, то, что он первый раз, как бы, проходит как приз нашего друга Аслаханова, Асланвейка. Моего приза, да. Ну, сегодня, конечно, я собирался на этих соревнованиях тоже выступать, но получилось так, что немножко приболел, но, тем не менее, тем не менее, это не помешало мне, как бы, сделать свою работу, помочь, чем возможно, организовать этот турнир. И встретился со своими близкими людьми, как уже Володя сказал, мне очень близкие люди, очень близкие друзья. То, что я смог какой-то вклад внести на этом чемпионате, я рад, что хоть приболел, но, тем не менее, что я смог, я сделал, я внес какой-то вклад в этот. И я считаю, по-другому и быть не может. Когда сам легенда советского самбо участвует, и не только как организатор, когда участвует как участник, ну, я никакого права не имел, как бы, быть стороной. Какую роль самбо играет в вашей жизни? Ну, в твоей жизни, какую роль играет самбо? Ну, самбо в моей жизни, как вот, наверное, ты помнишь, 11-й год, когда мы впервые, не выходя 30 лет на татами, на ковер, я, вот, наш старший друг Аслаханов сказал нам ничего, что я там советник президента борюсь, вам тоже надо побороться. Но мы тогда, хоть мы не собирались бороться, мы просто приехали на этот праздник. Да, он являлся катализатором нашего выступления. Мы приехали на этот праздник, тем не менее, мы вышли на татами через 30 лет и отборолись, и отборолись неплохо. И я считаю, что это, ну, если мы родом, родом, как из самбо, мы не могли поступать по-другому, потому что, как бы, что бы ни было, да, это, как, если мы, из нас, самбо, многое, из многих ребят, из многих людей сделал, сделал, как бы, вот, ну... Теми людьми, которыми мы являемся, да? И в то же время, это вот, это самбо нас объединило. Вот, как такая дружба, как у самбистов, ну, редко увидишь, редко где увидишь. Мы на ковре соперники, но мы за ковром друзья. Я бы хотел еще один вопрос задать. И вы долгое время являетесь представителем Дагестана Российской Федерации. Понятно, что земляки ваши очень хорошие борцы-больники, много олимпийских чемпионов, много чемпионов мира Европы. А самбо, как самбо развивается в Дагестане? Ну, вот, в последнее время самбо развивается очень хорошо. Ну, у нас, в принципе, самбо было давно, как бы, да, но просто вольная борьба, как бы, прикрывала это. Да, поскольку практически вся сборная Советского Союза и Россия была где-то на 40-50% из борцов Дагестана, ну, как бы, вот это, как бы, закрывало, ну, людей, которые, ну, не видно было их, которые занимались, потому что это были, может, единицы, ну, я имею в виду единицы, которые на такой уровень поднимались. Ну, они были. Ну, сейчас, конечно, уже массово, как бы, занимается у нас Дагестан. Особенно боевой раздел, наверное, да? Да, боевой раздел, да. Самбо от самбо. Да, очень много сборной России, победитель чемпионата мира из Дагестана. Спасибо вам большое за участие в наших соревнованиях, за огромный вклад, который вы вносите в развитие борьбы с самбо. Спасибо вам тоже за то, что вот организовали вот так, как бы, вот, и чтобы, как праздник, это сегодня для всех нас ветеранов, поэтому я желаю удачи, чтобы и дальше у вас так это проходили. У нас. Да, у нас эти проходили на высшем уровне, да. Спасибо. Нормально? Немножко.